ТОМСКИЕ ИГРОКИ ТОМСКИЕ ИГРОКИ ТОМСКИЕ ИГРОКИ ТОМСКИЕ ИГРОКИ ТОМСКИЕ ИГРОКИ мяча. Мальчиками для битья они быть не желали, в самодаче и у Сергея их упрекнуть нельзя. Они старались контратаковать и на 22-й минуте у них появился шанс нас огорчить, но Сергей Буланов его не использовал, послав мяч мимо ворот. 24-я минута. Дальний удар в исполнении Антона Макурина. Отметим еще один удар в исполнении Макурина. Это уже 30-я минута. Но, увы, вновь Антону не удалось попасть в створ ворот Иртыша. 34-я минута. Это уже Никита Гвинейский пытается поразить ворота соперника с дальней дистанции. Спустя 4 минуты после этого Томь создает еще один момент из категории голевых. Анзор Сана отбирает мяч у соперника в центральной зоне, делает передачу в разрез между защитниками на ход Руслану Савахуддинову. Но наш футболист в ближнем бою, к сожалению, не смог переиграть в долги первой Иртыша Никиту Гарона. Ну а теперь переходим к эпизодам тайма второго, который вышел куда более результативным первого. На 48-й минуте после передачи Никиты Гвинейского Антон Макурин наносит плотный удар, но мяч попадает в перекладину ворот Иртыша. 52-я минута. Алексей Герасимов делает длинную передачу. Павел Кудряшов входит в штрафную и бьет дальний угол, но мяч пролетает рядом со штангой. Дмитрий Сасин подается штрафного и Анзор Саная наносит удар головой. Томь продолжает нагнетать ситуацию ворот соперника. Атака следует одна за другую. В этом эпизоде Никита Гвинейский, обыграв двух футболистов Иртыша, бьет, но его удару немного не хватает точности. Ответим также замену, которую Валерий Петраков произвел на 63-й минуте. На поле вышел Александр Соболев, который буквально через несколько минут после этого своими результативными действиями во многом предопределит итог этого поединка. Хотя будем откровенны, на 64-й минуте футболисты Иртыша создали самый реальный момент у ворот Томи для того, чтобы их поразить. Томичи теряют мяч на половине соперника. Следует быстрая контратака. Сергей Буланов бьет метров с 25. Юрий Шафинский реагирует. Георгий Волчанин обыгрывает Антона Митерева. Пасует под удар Никите Комарову. Того накрывает Эдвинас Гирдваньис. Затем бьет Артем Третьяков. Вновь в игру вступает Юрий Шафинский. И только после этого Томас Микутскис разряжает обстановку у наших ворот. В 65-я минута Никита Антипов бьет с разворота, но наш голкипер играет спокойно и мяч забирает. 68-я минута. Томас Микутскис отбирает мяч, делает передачу вперед. Защитник Иртыша не может помешать Анзору Заная пробить, но мяч пока еще обходит ворота хозяев стороной. Ну а на 76-й минуте началась наша голевая феерия. Дмитрий Сасин подается у голового. Александр Совалев опережает защитника и головой наносит неотразимый удар. Следующего гола Томи пришлось ждать недолго. 79-я минута. Павел Диабаль делает хорошую передачу на Александра Соболева и наш форвард с лета поражает дальний угол ворот Иртыша. Ну а через две минуты после этого Томичи уже довели счет до крупного. Антон Макурин играет на Дмитрия Сасина. Тот входит в штрафную, простреливает до линии вратарский и Руслан Салахуддинов без помех расстреливает ворота Иртыша. Ну а до разгрома дело дошло на 83-й минуте. Голевую атаку начинает Юрий Шафинский, затем Дмитрий Сасин. Переигрывает соперника, подает в штрафную, защитник выбивает неудачно и Анзор Саная очень эффектно забивает четвертый гол ворота хозяев поля. 4-0. Крупная победа. Если честно, то победа предсказуемая, хотя это не делает ее менее приятной. И приятная финальная сцена. Болельщики футболисты Томи благодарят друг друга и поздравляют с выходом в одну 16-ю финала Кубка России, где нас ждет куда более крутой и грозный соперник. Спартак, ЦСКА, Зенит, либо Краснодар. Милости просим грандов российского футбола в гости к нам в Томск. Мы по ним уже немного соскучились.